По данным налоговиков, тот или иной подакцизный товар везут с собой 90% всех пересекающих эстонско-российскую границу людей. Это алкогольные и табачные изделия и, конечно, моторное топливо. Данные поправки к закону являются очередным шагом в борьбе с потреблением более дешевых российских подакцизных товаров после введенных в прошлом году ограничений. Теперь государство взялось не только за тех, кто незаконно перепродает все это в Эстонии, но и за тех, кто покупает сигареты, водку и бензин для собственного потребления. В законе теперь появилось понятие случайности ввоза подакцизных товаров, определяемое с помощью чистоты такого провоза. И смысл закона все-таки в том, что если ты живешь в Эстонии, будь добр и потребляй те товары. То есть если ты хочешь взять гораздо дешевле какие-то товары, то ты вынужден платить таксист. Это реально около 8 миллионов евро в год дает бюджет дополнительный день, который мы можем инвестировать на увеличение пенсионного фонда или увеличение зарплаты. Как сказано в пояснительной записке, с точки зрения доходов бюджета нельзя согласиться тем, что жители приграничных регионов не платят акцизов в Эстонии и приобретают весь потребляемый подобный товар в России. Планируется, что с помощью более тщательного досмотра на границе налогообложению подвергнется до 17,5% всего объема подакцизных товаров, которые сейчас попадают в Эстонию беспошлино. Дополнительных доходов от поступления акцизов ожидается по 8-9 миллионов евро в год в течение последующих трех лет. Чтобы избежать налоговых претензий, путешественникам придется в будущем каждый раз декларировать, скажем, объем топлива в баке автомобиля. Если ты, скажем, декларируешь каждый раз, сколько у тебя реально топлива в баке, то если совпадает во время передвижения границы, то у тебя никаких проблем нет. Так что это не будет так, что ты каждый раз после второго или третьего или четвертого раза должен платить. Нет. У тебя никакого причины платить нет, если ты декларировал, и они полностью совпадают, то есть движение границы одну и другую сторону. В течение нескольких недель до и после 1 декабря, когда вступят в силу эти поправки, на Нарском таможенном пункте будут задействованы дополнительные ресурсы. Сотрудники летучих групп налогово-таможенного департамента помогут своим коллегам на КПП в проведении усиленного контроля над пребывающими из России в Эстонию пешеходами и автомобилями с целью поиска подакцизных товаров, превышающих норму, свободную от уплаты акциза. К примеру, беспошлино разрешено за один раз ввозить до 16 литров пива, 4 литров вина и до 1 литра крепких напитков, например, водки. По-прежнему не подлежит налогообложению и моторное топливо в объеме одного стандартного бака плюс 10 литров в канистре, провезенный раз в месяц. Сохранится и нынешнее количество разрешенных к ввозу сигарет.